Всем привет! Гороскоп на 30 сентября 2021 года для всех знаков зодиака. Идет четвертая фаза луны, как и вчера луна в знаке рака. Продолжается 24 лунный день, а с 23 часов 2 минут и весь следующий день 25 лунный день. 25 лунный день. Пассивный день. Время отдыха и размышлений. Сегодня луна нещедрана энергию. Жить перестает бить ключом. Люди становятся ленивыми и апатичными. Но не стоит погружаться в депрессию. Уделите время духовному развитию, умственной деятельности. Подведите итог прошедшего месяца. Развивайте в себе концентрацию внимания. Для этого можно посвятить день медитации или уехать на природу. Но в любом случае, желательно сегодня ограничить контакты. Начинать новые дела сегодня не следует. Да и при всем желании не получится. Просто не хватит сил. Займитесь завершением того, что начали ранее. День вообще не предполагает активных действий. Сегодня необходимо быть осторожным и внимательным. Присматривайтесь и прислушивайтесь к окружающему миру. Он может подавать вам важные знаки. Чтобы правильно их истолковать, прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Откажитесь от изнуряющих физических нагрузок. Не берите на себя ответственность за важные дела. Не давайте обещаний. Посвятите день себе и своему внутреннему миру. 25-й лунный день должен воспитать в вас любовь к самому себе. Не путайтесь с эгоистичностью. Без внутренней гармонии наладить свою жизнь невозможно. Сегодняшние сны, как правило, никакой полезной информации в себе не несут. Здоровье и питание. Постарайтесь ограничить себя в грубой пище. Можно практиковать голодание. Проведите очистительные процедуры. Избавьтесь от шлаков в организме. Противопоказано употреблять алкоголь и табак. Уязвимая часть тела – уши. Сегодня их нельзя прокалывать и подвергать другим операциям. Поход парикмахерскую и стрижка волос также нежелательны. Начавшаяся сегодня болезнь, как правило, не опасна. Она не переходит на другие органы. Не заразна, но требует немедленного вмешательства. Лечение можно проводить и самому, если вы уверены, что сможете правильно выбрать методику исцеления. Неукостительно следуя правилам выбранной методики, вы сможете быстро поправиться. Если же вы не уверены в своих силах, то лучше сразу обратиться к врачу. Любовь и отношения. Не самый благоприятный день для общения. Лучше оградить себя от контактов. Коллективная работа не приносит ожидаемых результатов. Взаимоотношения между супругами или влюбленными не складываются. Окружающие сосредоточены на созерцании, на своем внутреннем мире. Даже если вы сделаете попытку завязать общение, вас вряд ли выслушают и поймут. По той же причине нехватки энергии лучше отложить бракосочетание. А вот интимная близость в этот день может наполнить силами. День подходит для зачатия ребенка. Родившийся будет награжден особой интуицией и мудростью. Работа и творчество. Подыщите себе такие занятия на работе, которые требуют сосредоточения и усидчивости. Новые проекты начинать нельзя. Займитесь завершением старых. При решении сложных вопросов можно руководствоваться интуицией или искать вокруг себя знаки. Финансовая деятельность будет удачной, как и торговля и любые операции с недвижимостью. На сегодняшний день можно назначить судебные разбирательства. Научным сотрудникам и людям искусства рекомендуется продолжать работу в прежнем темпе. Заметных влияний на их деятельность сегодняшний день не окажет. Студенты могут заняться самообразованием, но сдавать сегодня экзамены не рекомендуется. Сад, огород. 25-й лунный день благоприятен для садовых работ. Луна идет на убыль. Растения в этот момент замирают, а все их жизненные соки устремлены в корни, за счет чего идет их активный рост. В этот период хорошо сажать и собирать корнеплоды. День подходит и для выкапывания луковиц. В этот период, по сравнению с периодом растущей луны, снижено потребление воды растениями. Поэтому рекомендуют ограничить обильный полив. В это время также хорошо проводить подкормку растений и удобрение почвы. Подходящий момент для прививки и обрезки деревьев. Благоприятный период для избавления от сорняков, прореживания и борьбы с вредителями. Так как жизненная сила растений сконцентрирована в корне, желательно избегать любых повреждений корневой системы. Иначе растения могут заболеть или погибнуть. По этой же причине не рекомендуют пикировать и прищипывать. А также рекомендуется очень аккуратно заниматься пересадкой саженцев и рассады. Как и в силу убывающей луны, в этот день можно собирать плоды для сушки и длительного хранения. И нежелательно собирать плоды непосредственно перед их употреблением. Чтобы не пропускать ежедневные гороскопы, обязательно подписывайтесь на канал. Желаю всем удачного и благоприятного во всех отношениях дня. Ставьте лайки, пишите комментарии и будьте здоровы. Ваш полар волф.